Значит, тема нашего сегодняшнего мероприятия – строительство жилья без бюрократии волокиты. Люди жаловались, что долго строим. Чтобы начать строительство, надо ходить по нам, по чиновникам, просить какие-то разрешения. Мною был сделан первый шаг. Мы разрешили частным застройщикам. Стройте так, как вы хотите. Я помню детство свое. Четыре камня, на четырех этих камнях, без всяких фундаментов. Построили, сложили дом. Я уже в университет учиться поехал с той хаты. И президентом стала, она стояла. Потом уже разобрали. И там такой же домик на метр, только больше сделали, чтобы люди видели, где жил президент. Поэтому было принято решение. Хочешь строить – пожалуйста, строй. Можешь вообще ни у кого разрешения не брать. Единственное требование – ну, чтобы более-менее дом выглядел нормально и вписывался в деревню или куда-то там. Если вы хотите посоветоваться – пожалуйста, советуйтесь. Ваше дело. Но вы отвечаете. У вас крыша, потолок над головой, не дай бог, рухнет. Дети и так далее – будете отвечать. Тогда, в начале года, была поручена Антону Александровичу, на этом месте, это только начало, 50 гектаров, 230 домов, мы здесь должны построить. И я ему сказал, я снимаю с себя всякие законы, указы, распоряжения, иди и строй по-хозяйски, так, как ты сочтешь нужным. Принимай решение, твое решение, здесь закон. То есть здесь по уму должен быть построен поселок, чтобы здесь был бетон, вот он, не асфальт, а бетон. Это навечно, без лишних затрат. По-хозяйски надо подходить ко всему. А по-хозяйски это экономия миллионов-миллионов рублей. И вот отсюда я уже смотрю, красивая улица. Красивая улица, без всяких излишеств. Только надо будет заставить людей, которые тут будут жить, чтобы это все было оккультурно, чтобы здесь благоухало, чтобы здесь цветов было море. Поэтому надо их к этому подталкивать в будущем году, как мы договорились, возможно год качества. Журналистам понятна тема занятия. Пошли дальше.